Всем добрый вечер, девочки мои! Я бегу в садик за внучкой. Купила я ей некоторые интересные штучки в фикс прайсе. И сейчас хочу, чтобы она распаковала, посмотрела, что там я купила. И что ей больше понравится, с того она и начнёт своё творчество. Ну и ещё продукты всякие купила. Пока она будет там творить, я приготовлю ужин, потому что у меня времени не было. Но ужин будет быстрый, скорый. В общем, оставайтесь со мной. Впереди будет очень много интересных вещей, очень много интересного. А у нас сегодня дождь, целый день. Вообще, последнее время у нас дожди, я не знаю, насколько горизонта дождям не видно. Пасмурно очень. Сейчас такое впечатление, как будто такой вечер-вешер, и уже как будто бы темнеет. А на самом деле, если бы не тучи, то сейчас светило бы солнышко. И прямо в глаза бы светило. Так что, ну хорошо, что я такое выбрала время сейчас, пока пауза. И я иду с камерой в руках, а не с зонтом. А в магазин, да, в магазин сегодня тоже я зонтик взяла. Но, правда, я его не раскрывала. Ну всё, бегу, девочки, бегу. Всем привет! Вы опять смотрите моё видео. Твоё видео прям так. А моё? Ну, это бабушка и Настя. Мы уже, вот видите, немножко полегче одеты. По весеннему чуть-чуть. Я, кстати, тоже, девочки, без шапки. Капюшон накинула, и мне вообще не холодно. Ну, потому что вообще тепло, и нет ветра. Плюс шесть нормально. Ну, давно, когда была уже весна, и папа мне одевал зимнюю кутку. Но мама говорила, что не надо зимнюю, надо, ну, такую, чуть-чуть потеплее. Весеннюю, да? Да. И шапочку. Ну, мне в этой шапке неудобно. Мне удобно, ну, такой, ну, который без этого, который бантик несет, а который просто одел и сон. А то Марина Александровна завязывают так туго. Да, даже шарфики. Шапочка эта подходит тебе по цвету, курточки красивые. А еще, когда мы придем, бабушка уже мне заплетет косичку, и мы будем вам показывать, чем мы будем заниматься. Ой, я сегодня тебе купила всякие новинки в фикс прайсе. Да. Да, тебе новые игрушки появились. Есть заниматься чем? Творчеством заниматься будешь. Классно. Да? Я их принесла, даже не распаковывала еще. Сейчас вместе с тобой распакуем, да? Да. И вам покажем, что бабушка купила. Обязательно покажем. Пошли. Мне очень интересно. И папа купил такую большую картину, и там все мелкие-мелкие-мелкие кусочки. И папа говорит, на каких цифрах, на каких, то есть там были какие, ну как там, краски, и там были цифры 2, 4, и я выбрала 4. И я должна искать четверки, их запрашивать и рисовать. Там не мелко-мелкие. Тогда, когда папа пришел, я рисовала. А потом, потому что мама, я хотела показать, и папа сказал, что не надо, потому что будет. Но когда встал выходной уже, в воскресенье, тогда мама посмотрела, открыла и увидела, что это очень сложно. Сказала, что мне это рано. И сказала, что мне это нельзя, и это мне для 9 лет хватит. Мне согласилась, и когда мне станет 10-9, я буду это рисовать. Да, раз и кашу. Интересно, что мне бабушка. Да, ну мы сейчас придем по-быстренькому домой и посмотрим. Давай. Да. Шли-шли, зашли в магазин, я решила Настю новую шапочку купить, без завязочек. Тем более, скоро будет в той, с завязочками жарко. А мне это нравится, симпатичное. Тут такие вот блестящие цветолечки. Покажи цветолечки, покажи, смотри, какие красивые. Не, нет, в боку вот так вот. Вот, ну такая современненькая. А вот с бубончиком положили пакет, чтобы я ходила в это. Да, с бубончиком положили пакет. Ну, в общем, такого же цвета практически, да. Ну, зато полегче. Все, на себе на здоровье. Девочки, смотрите, какая красивая маска. Она так растягивается. Ну, это сеточка, это чисто так, одевать сверху маски, чтобы было красиво и блестюче. Ну, мне нравится, такая классная. Стоит она 229 рублей. Вот, прямо не знаю. Ну, ладно, не буду я хиповать. Так, Настюля пока распаковывает. Давай, помогу тебе. Мою губнушку. Губнушку, да. Мы ее сейчас просто уберем, вот эту упаковочку. Она не нужна. Мы ее выбросим. Это детская губнушка. Я брала ее в оберлик. Смотри. Красота? Да. Красота. Сейчас я пробую намазку. Я и так уже высыпаю. Намазывай пока. Девочки, хочу я просто сейчас Насте показать, что я покупала. Я буду подряд, не смотри, буду подряд все вынимать и ложить на стол. Настя будет говорить, что это, для чего это, да, Настя? Давай. Что я его закрытым не забываю? Ну, давай, намажь. Нет, зачем закрытым не забываю? Намазывай, закрывай, убирай. Так. Просто тут все лежит вместе, все подряд. Что это такое? Это... Для чего эта вещь? Для чего? Да. Это здесь все для меня. Здесь и для тебя что-то, и что-то для меня. Понятно. Это... Что эти делать, эти вещи? Это делать муку. Ну, в принципе, да. Можно и муку здесь сеять, а в то же время можно ягоды помыть. В общем, это такая, как сито, да, сито? Да. Так. А вот это что такое? Что это такое? Про стелин новый. Смотри, смотри, какой он красивый. Смотри, какой он красивый. Смотри, какой разноцветный. Это контейнер, девочки. Это мне нужно... Я его поставлю там под стол. Мне есть кое-что в него положить. Поэтому я его сейчас убираю. Мы не будем его рассматривать. Еще вот такой симпатичный контейнер. Мне понравился с цветочками. Но я вам показывала уже в другом видео, где я снимала эти полочки. Вот. Это, Настя, это тебе. Это заниматься. Это пластилином такого котенка будешь делать. Это вот эти резиночки для волос. Смотри, какие. Вот. Это клеющий карандаш. Для чего я тебе скажу потом. Это тут разные батончики я взяла, но мы их попробуем. Будем пробовать. Новенькие, да, купила. И мне нравится вот этот вот такой контейнер с ручкой. Вот переносной очень удобно. И, в общем-то, у меня на него есть виды. Ну, несколько вариантов я для него придумала. Но еще пока подумаю, что делать с этим. Так. Ну, туалетная бумага. Это всем понятно, что это туалетная бумага. Так. Что это такое? Разокраска. Да. И смотри, что здесь интересно. Здесь есть подсказки. Ну, здесь написано, что почитаем. И вот такие вот есть подсказки. Где-то чуть-чуть накрашено. А где-то... Вот, смотри. Вот видишь картинка? Вот. А здесь есть цифры. Вот видишь, какая цифра? Семь. Это значит, каким цветом надо красить? Серым. Серым. А этот цвет какой? Восемь. Каким надо карандашом красить? Черным. Вот. И здесь вот этот рисунок... Ну, это я сейчас поближе покажу. Рисунок, где вот в подсказке есть, каким рисовать. Вот такая большая раскраска будет тебе тоже надолго хватить. Ты за один день это все не раскрасишь. Так. А это у нас цветная бумага двухсторонняя. Да? Двухсторонняя? Двухсторонняя, да. Она вот такая вот с одной стороны и с другой стороны одинаковый цвет. Из этой бумаги можно будет вырезать и клеем вот этим, наклеивать в альбом какие-то картинки. Я уже поделаю. Вот. Маленькие ножнички есть у меня, я тебе дам. И мы будем вырезать. Так. Ну и еще что-то взяла. Так. Эта клеенка, это мне на кухню постелить, постелю. А эта клееночка я брала тебе, хотела для пластилина вот такую маленькую. Но мы сегодня с Настей зашли в магазин, взяли клееночку вот на весь стол, другую. Постелим другую клееночку. Ну, в общем, собственно говоря, и все, да? Да. Вот. Значит, смотри, сегодня давай мы вот это пока отложим. Это мы будем вместе с тобой делать. Раскраску, если захочешь, будешь раскашивать карандашом здесь, да? И вот это давай откроем, я тебе покажу, что здесь находится. Давай посмотрим. Так. А если она прям с тобой? Ну, это пластилином ты же уже умеешь. Я тебе просто подскажу, как это делать. Ты будешь делать сама. Пластилином, я думаю, не сложно, справишься сама. Здесь есть вот такая заготовка. Вот. И что тут еще? Такие пластилины. И пластилина. Здесь два цвета. Оранжевый и белый. Все? Больше ничего нету? Больше ничего нету. Вот. И вот здесь вот такой, видишь, котенок нарисован. Только я думала, там еще глазки. А там глазок нет. Давай тогда возьмем черный и... А, ну, в принципе, можно будет черным сделать глазки. Хорошо. Вот смотри. Вот это вот заготовка, которую нужно будет обмазывать пластилином. Возьмешь оранжевый пластилин и вот так вот будешь все обмазывать. Потом сделаешь ушки, ножки, ручки, мордочку. Вот тебе два цвета пластилина. Поняла? Вот, если хочешь, можешь начать с этого. С чего хочешь, можешь начать? Ну, я уже поняла, с чего начать. Конечно, я начну с этого. Начнешь с этого? Да. Вот, тогда ладно. Давай тогда мы сейчас все остальное отложим в сторону. Давай сюда в сторону отложим. Пусть пока лежит. И вот это все поубираем в сторону. Пластилин этот пока уберем, потому что здесь он тут не нужен. Вот. А это вот куча резиночек на волосы. У тебя таких дома нету резинок? Нет. Ну, значит... Да, они уже все порастеряли. Ну, я могу поделиться вот уже. Но есть хотя бы там две-три. Ну, что-то в дому возьмешь. Прическу, может, тут с собой поделаем. Короче, взяла. Захотелось мне взять. Так, все. Все, давай. А, клеенка. Где клеенка? Которую мы купили с тобой сейчас в магазине. Где она? Ба. Смотри, тут похоже на яичка. Да. Зашли мы в магазин. И взяли как раз вот такая вот небольшая клеенка. Но она как раз сюда на стол. Чтобы мою белую клеенку не запачкалась. Вот такая будет клеенка. Вот. И, кстати говоря, на нее мы можем... И вот ту маленькую положить. Чтобы уже... Здесь там, если краски или что-то такое, будет она лежать кушать, если что. А вот это будет как раз скатать пластилинами. Вот. Вот. Мы все придумали, да? Для всего есть применение. Все нужно в хозяйстве. Бабушка. Бабушка сегодня шопинговалась. День шопинга у бабушки сегодня был. А что это шопинг? Шопинг это по магазинам, когда ходишь и покупаешь. То-то, то-то, всякое разное. Вот. Я ей продукты покупала. Здесь маленькая. Смотри, тебе, может быть, лучше на белой стороне или вот на этой стороне? На вот этой. На этой лучше катать? Да. Вот. Ну все. Это для пластилина будет тебе. Так. Ну это не нужно. Все, Настюха, занимайся, а я пойду ужин готовить. Когда я сделаю, я вам точно покажу. Точно покажешь, да. Ну что, сварим курочку, да? Да, да. И сделаем салатик. Все, я пошла готовить. Я буду сейчас делать котика. Ну давай, ты сделаешь, чтобы это долго не снимать. Ты сделаешь котика, и потом мы его покажем, да? Девочки, хочу показать вам вблизи вот эту раскраску. Большую, вот эту красивую. Ну тут написано, там Золушка, маленькие друзья готовятся к балу. И вот некоторые расцветочки. Уже есть такая подсказка в виде точечек, каким цветом красить. Вот здесь вот цифры. Вот здесь тоже цифры. Троечка, троечка. И каким цветом подсказывает красить. Ну и заодно здесь можно и сказку читать, тем временем читать и красить. Тут тоже такие подсказки. Вот, а дальше интересно. Ну здесь можно где-то фантазию проявлять. Вот такого цвета интересная раскраска. Ну, в общем, симпатичная. Есть чем ребенку заняться. Так, ну и покажу цветную бумагу. 48 листов, 24 цвета. Каждого видно, это мелованная бумага. У каждого цвета видно по два листа. Но здесь такое разнообразие красок, разных цветов, что можно, конечно, здесь много чего интересного сделать. Вот такая вот вещь. Ну и вот у Насти должен получиться вот такой котенок. Это вот как образец. Настя уже. Покажи, как ты делаешь. Намазываешь, да? Ты мой пластилин прям намазываешь на это яичко. Правильно. Молодец. Ну давай, давай, дальше. Так, ну что тут у тебя? Показывай. А, ну пускай стоит. Не надо, не надо, не трогай. Пускай стоит, хорошо. Ты там ножки, да? Лапки тебе хотела прорезать. Ну бери ножичек. Давай ты тут вот эту штучку выброшу. Как ты это делаешь? Угу. Придерживай ручкой. Так, ну все, ладно. Заготовочка есть, а теперь к ней нужно приделать еще ручки, животик, мордочку сделать, ушки сделать, хвостик там еще красивый. Тут еще тарелочка, смотри, с какой-то сосиской. Вот. Ну, в общем, короче, давай занимайся, а я пойду дальше готовить. Я поставила ножки варить. Мы решили вареные ножки куриные поесть. И нарежу салатик. Я купила и болгарский перчик, огурчик, помидорчик, редисочка тут есть. И зелень. Салат, лоток. Ну, я думаю, на этом надо остановиться. Хотя там есть еще капуста пекинская. Я думаю, может быть, ее не буду делать. Сейчас посмотрим. В общем, все занимаются своими делами. Все заняты. Ой, смотрите, какой котенок симпатичный получился. Ну-ка. Ножки, ручки у него. О, хвостик, вот он, да? Хвостик, ушки, глазки. А глазки, между прочим, здесь вот они на картинке вот такие. Ну, я думала, они в комплекте. Нету в комплекте никаких глазок. Поэтому мы взяли черный пластилин и вот сделали глазки черные. Смотрите, что мне бабушка помогла сделать. Ушки помогла мне сделать. Ну, лапки вот эти я сама. Лапки ты сама делала. А вот эти вот мне помогла бабушка. Вот этот хвостик тоже бабушка. А вот это все я делала сама. Тут был такой специальный, ну, похоже на яичко. Я вот так его роману романа. Да это уже все мы показывали, что на яичко похоже. Настя мордочку вообще сама делала, животик сама делала, ручки сама делала. Ну, молодец. Я, конечно, чуть-чуть помогла. Она попросила, чтобы я помогла. Ну, такой классный котик. Все, возьмешь домой поставишь. Вот, Настя увидела, что тут усики забыли сделать. А я их даже не видела. Вот такие беленькие усики там. Ну, Настя сейчас их доделает. А у нас усиков нет. Ну, поверни-ка себе, котенка делай. Вот такие усики. Колбаску тоненькую разрезали на три части. И вот такие вот усики лепим. Давай лепи, посмотрим сейчас в итоге. Ну вот, а теперь все. Закончили мы котика. Хорошенький котик. Да, Настя, симпатичный. Девочки, вы представляете, нет, чтобы повертеть, покрутить эту коробочку. Ну, я просто была без очков, поэтому я ее и не читала, инструкцию. А сейчас посмотрела. Тут мало того, что подробная инструкция, как котенка сделать. И вот глазки. Отдели глазки написано. Их тут надо вот просто выдавить из этого картона. Вот они глазки. Ой, мы сейчас прилепим глазочки. Глянь. Ну, это они такие. Ну, а мы без инструкции все сделали. Ну, в общем, знаете, что здесь инструкция есть. На, сейчас мы эти глазки сделаем. Ну, вот теперь точно все. Смотрите, глаза какие красивые у котенка. Все с глазками. Перерыв на ужин, да, Настюля? Мы сегодня с Настей решили не делать гарнир. Просто сварили курочку. И вот салатик нарезала там. Редиска, огурчик, помидорчик, болгарский перец, латук, капуста пекинская и зелень. И все это с постным маслом, с таким хорошим, пахучим. И компотик. Настя, вкусный салатик? Все вкусно? Вот, все Насте нравится. Ну, все, приятного аппетита. Спасибо. Так, все, я тоже поужинала, ела то же самое, что Насте, только две ножки. Вот такое пирожное, девочки, я купила. Я его еще не пробовала. Ромео и Джульетта, не знаю. Я смотрю, здесь такой коричневый бисквитик. И там, и там. А, нет, он разного цвета. Коричневый, а тут такой светло-коричневый. И крем. Наверное, это ванильный, а это шоколадный. И сердечки, черное, беленькое. В общем, мы с Настей это разделили пополам, решили попробовать. Компотик я себе тоже налила. Сейчас будем пробовать. Забирай тарелочку, Настюля, иди кушай. Все, тебе компотика еще налить, подлить. Ну, давай подлить. Сейчас подолью. А ко мне кто в гости пришел? Сын Уля зашел. Всем салют. Да. И мой папа. Сейчас чуть-чуть поболтаем, и он Настя забирает и домой идет. Любимый папочка, да? Да. Да. Всем доброе утро, девочки мои. Я уже проснулась давно, уже видео смонтировалось, скупалась, привела себя в порядок. Вчера вечером даже уже не было сил включить камеру и сказать вам спокойной ночи. Ну, сын посидел немножко, мы с ним пообщались, поболтали, и вот они ушли с Настей домой. А я, в общем-то, легла и посмотрела телик и спать. Вот. Что у меня сегодня? Сегодня я сегодня вечером собираюсь ехать к дочке. Мы с ней договорились, что вечером я ее сегодня отпущу. Сегодня суббота. Отпущу ее погулять, развеяться немножечко. Вообще, я уже давно у нее не была, ну, не считая того момента, когда я Деню забрала с садика, и несколько часов вечером побыла там с Деней. Ну, дочка пришла, тут уже Деню спать укладывать, он без мамы спать не хотел. И, в общем-то, мы с ней по-быстрому, по-быстрому там пообщались, вопрос-ответ. В общем, я говорю, давай так найдем время, чтобы можно было с тобой нормально, спокойно пообщаться, какие-то вопросы там, может быть, обсудить. Вот. Так что сегодня поеду вечером, ну, немножко пораньше, наверное, поеду. Мы с ней созвонимся, договоримся, когда, чтобы она уже управилась со своими делами домашними. А я завершу свои тут домашние дела сейчас и поеду. Я сегодня уже сделала пилинг, лицо привела в порядок, в общем, такое, знаете, хорошее настроение, хотя погода, знаете, пасмурная, пасмурная, на улице как будто темно, хотя день, вот уже 12-й час. Так, ну и покушать что? Я что-то последнее время решила немножечко уменьшить количество углеводов в своем рационе и добавить клетчатку, добавить овощи. В общем, буду гарниры заменять овощными салатами, ну и также картошку буду меньше употреблять. Ну, вареную можно быть там на пару делать такую, но как гарнир поменьше буду стараться есть картошку и, наверное, поменьше хлеба, потому что хлеба что-то я в последнее время стала много употреблять. Пирожное, которое мы поели с Настей, это я купила, в общем-то, для Настей, для себя, ну, по одному пироженку поели, ну, я в последнее время тоже не покупала, уже давно не ела пирожное, поэтому иногда, ну, там, раз в неделю одну пироженку съесть, я думаю, ничего страшного не будет. Вот, я уже боюсь зарекаться, честно говоря, о своем похудении, но очень хочется сбросить вес, поэтому я не буду себя очень сильно мучить диетами, потому что, ну, посмотрела кое-какие ролики от докторов. Ну, и, в общем, самый главный дают совет, чтобы сбросить жир. Ну, во-первых, первым делом нужно пойти заниматься в спортзал. Я думаю, что, наверное, с апреля, с начала апреля я пойду, март уже закончится. Надеюсь, уже, не знаю, надеюсь, что пойду, все-таки надо как-то вот, не знаю, обходить вот эти моменты, то, что у меня тренировки совпадают с Настей, все-таки, может быть, что-то я придумаю, как-то мы это, может быть, придумаем, чтобы все-таки я ходила заниматься, потому что я хочу. Вот, заниматься это раз, углеводы снизить это два, и как-то немножко уменьшить, наверное, какую-то порцию, меньше стараться есть желудок, чтобы чуть-чуть сократился. Вот, ну, буду уже пытаться, я уже боюсь зарекаться, буду пытаться. Хотелось бы, конечно, снизить мне размер 54, вернуться на 50-52 хотя бы, вот, чтобы это было как-то полегче. Ну, надеюсь, что получится. Так, ну, сейчас у меня время еще есть. Я сегодня на обед сварю себе несколько, там, две ножки куриные, голяшечки, и нарежу салатик овощной, все. И после этого уже, ну, ужинать буду уже у дочки, тоже что-нибудь легкое придумаем, мы еще порешаем с ней, хотя ужинать я буду уже, наверное, сама без нее, но еще пока они созванивались, потом уже узнаем попозже. Девочки, как я варю эти ножки, и как я нарезаю салат, я уже показывать не буду. Вчера я вам показала салатик. Разные овощи туда, я в пятерочке как раз набрала, и капуста пекинская, и салатные листья, вот эти вот лоток называются, да. Огурчики, помидорчики, болгарский перчик, зелень, в общем, вот это все. И у меня еще есть льняное масло, советует все-таки врач, льняное масло, вот для тех, кто худеет, оно очень хорошо там способствует, в общем, разным вещам. Вот. И вот немножко мясо, белок, это мясо птицы. Все диетическое, все будет прекрасно. Ну и может быть, может быть, один кусочек хлебушка поем. Вот. Как я это буду готовить? Не буду показывать, потому что вчера этот ужин, в принципе, мы с Настей поели. Вот. А я сейчас хочу на этом завершить свое видео, для того, чтобы уже начать следующее. И в следующем видео уже будете наблюдать, что я там буду делать у дочки. Вот. И надеюсь, что-то будет интересное снять. Я ей сказала, обязательно нам надо с тобой пообщаться и сняться вместе. Мы давно уже вместе не снимались. Так что ждите это видео. Ну, а я с вами хочу на этом попрощаться, и видео это закончить. И уже приступить к новому уроку. Кому видео понравилось, девочки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok